Гнев и недовольство ивановцев на сотрудников предприятия по уборке города обрушивается так же часто, как и на коммунальщиков. Их винят в заторах на дорогах, сугробах, гололедице и даже испорченной реагентами обуви. Мы спросили у жителей областного центра, довольны ли они работой МУПСа ЖХ. Убирают, но не очень оперативно. Где чисто, а где не очень хорошо? На основных дорогах в основном чисто. Во дворах, конечно, там бывают проблемы, колея, то есть не чищено. Когда проходит большой снегопад, некомфортно, а так в целом сейчас сухо, хорошо. По центру только или на окраинах тоже? Я по окраинам не ещу, не знаю. Я по окраинам не лазаю, но в центре недостаточно хорошо. Бабушки скользят. Одна вот шли, сейчас прилетела к нам под ноги. Я думаю, это как показатель. Ну, центр еще как-то более-менее, а во дворах вообще кошмар. А посыпают? Ну, не знаю. Ну, сегодня шел вот так вот, ну, то есть лед вот буграми. Мне сложно пройти. Я не знаю, есть какие-то там проблемы, мало ли инвалиды или что. Это вообще нереально, мне кажется. Из дома не выходить лучше. Снегоуборочные машины, как правило, выезжают на смену, когда город засыпает. Список улиц, которые необходимо убрать в первую очередь, указывают специалисты управления благоустройства. Они же на следующий день принимают работу. Холода, уборки не помеха. При низких температурах комбинированные машины в основном прометают асфальт. Когда есть скачки температуры, это чревато образованием наледи. Поэтому и производится посыпание дорог смесью песко-соляной, чтобы наледь не образовывалась. Как мы видим, сейчас дорожная часть города практически до асфальта, до покрытия вытищена. Что в первую очередь и требуется для безопасности проезжей части. Ежедневно на сайте городской администрации обновляется список улиц, которые будут убраны от снега и посыпаны песко-соляной смесью. Сегодня на улицах областного центра дежурит 15 комбинированных дорожных машин. За ночь вывезено 2000 кубометров снега. Всего с начала сезона убрано 229 тысяч кубов. Этой зимой, по подсчетам специалистов предприятия, снега с городских улиц было вывезено в три раза больше, чем прошлый. Песко-соляной смеси в начале холодного сезона было закуплено 32 тысячи тонн. Заготовки по расчетам хватит до конца марта. Специалисты СЖХ рассказывают, автовладельцы часто жалуются, что смесь недостаточно действована. На самом деле это не так. Никакая смесь сразу работать не может. Смесь песко-соляной, чтобы схватиться и не образовывался гололед, требуется, как правило, 2-3-4 часа в зависимости от температуры. И только после этого ее нужно сгребать и сметать. Потому что если сразу посыпать и сразу ее убрать, то провока никакого не будет. Пожаловаться на нечищенные дороги и оставить заявку на механизированную уборку можно по телефону управления благоустройства 26-34-46. По вопросам очистки придомовых территорий жителям следует обращаться в свою управляющую компанию. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.